Казахстанка пропала в Турции. 30-летняя Асим Масильбаева уехала на заработки в Анкару в августе прошлого года и три месяца назад перестала выходить на связь. Мама девушки говорит, что она и раньше ездила в эту страну, но всегда возвращалась и звонила. Что произошло с ней, неизвестно. Специалисты рассказывают, иностранцы в другом государстве всегда легкая мишень для мошенников. Анастасия Новикова расскажет. В августе прошлого года Асим Масильбаева уехала на заработки в Турцию. Молодая женщина по профессии переводчик-филолог. Первый раз в Анкару по работе она отправилась 8 лет назад. Всегда выходила на связь, говорит мама Асим. А в марте дочь перестала отвечать на звонки. И вот уже несколько месяцев в Бакатголь Масильбаева не может найти себе места. Нормально. Сперва уехала, потом нормально разговаривали мы с ней через видео. В апреле или в марте вот так. Она вышла на связь и что-то бредит, разговаривает, что-то не так. С ней как будто что-то не так случилось. Ну, мне приходят разные мысли вообще. И это... Не хочу об этом даже думать. Мама девушки, говорит, обращалась в посольство, неоднократно писала заявление в полицию и прокуратуру. Но никаких вестей о местоположении дочери так и не получила. Мы направили запрос в МИД, чтобы получить информацию о деле Асим Масильбаевой. По словам юриста общественного объединения Сан-Ассезем, иностранцы в другой стране всегда находятся в зоне риска. Они легко могут попасть в сети мошенников, а иногда в сексуальное или трудовое рабство. Могут потерять паспорт или попасть в больницу без возможности связаться с родными. Именно поэтому специалисты советуют ехать за рубеж легально и также трудоустраиваться. Если пропадут контакты, возможно оставить контакты своих соседей, либо в место, где он работает. Это, конечно, намного ускорит. Так как мы знаем последнее место работы, контакты, и обращаясь в посольство, это надо все указать. И тогда они уже через свои представительства выходят на местное полицейское отделение, либо органы правопорядка данного государства и осуществляют поиск. Также специалисты советуют оставить на родине копии своих документов, а также заучить адрес посольства или консульства и в случае чего обратиться туда. А еще внимательно относиться к фирмам, которые предлагают предоустройство за границей и большую зарплату. Модельное агентство может запросто оказаться притоном, а работа – рабством. Специалисты Санаси Зэм помогали девушкам, которые были в секс-рабстве в Бахрине. В незаконную деятельность тогда вовлекли порядка 40 казахстанок.